Да, сегодня у нас очень грустная лекция про то, что почти все, что мы видим вокруг, это обманы и социальные построения. То есть, например, зайдя в любой современный тибетский монастырь, мы попадаем, скажем так, в мир, про который оригинальный исторический Будда Гаутама ничего не знал, не слышал и даже представить себе не мог, что все будет вот так. Так, Будда в первую очередь был обыкновенным аскетиком, то есть, опять же, это не какой-то там героический персонаж, это человек, у которого минимум, абсолютный минимум вещей, у которого нету собственности, кроме всего лишь нескольких там роба, чаша. В традиционном буддизме на Шри-Ланке есть список, по-моему, там пять или семь вещей, которые может быть у бодхисаттвы, то есть, у того, кто хочет быть как Будда. То есть, Буддой стать нельзя, потому что Будда, он единственный, неповторимый и вообще самый замечательный, но можно пройти его же, по его пути, уже за ним. И человек, который избрал пройти этот путь, он называется бодхисаттва и, как сказать, по крайней мере, в ортодоксальном буддизме у него может быть всего лишь несколько предметов в собственности. Вот, а здесь, как бы, есть люди, специалисты, как они себя считают, которые изучают ту или иную традицию, пишут книги, книг очень много. Мы вам когда-то даже показывали магазин, в котором несколько квадратных метров стеллажей. Вот, но мы не занимаемся вот этими вещами, мы занимаемся фактами и тем, что можно, ну, хотя бы, то, что хотя бы не подлежит сомнению. То есть, всякое отсебятие, всякое сектантство, отсебятие мы не занимаемся. Человек, который хочет хоть как-то разобраться во всём том, что происходит, он должен понимать, как минимум, несколько принципов. Первый принцип заключается в том, что тексты, слова Будды не были записаны в течение нескольких сотен лет. Они просто не были записаны, когда не было письменности. И Будда, разумеется, не говорил стихами, он говорил, как обычный человек. Тем не менее, многие тексты затем уже рифмовали, потому что рифмованный текст легче передать, запомнить и передать. А самое главное, очень-очень важный момент, что есть рифмованные Упанишады, есть рифмованные тексты в Пале Каноне. Когда текст передаётся от одного человека к другому, в устной форме, от учителя к ученику или от учителя к студенту, рифмованный текст очень трудно изменить. То есть, он практически остаётся неизменяемым. В то время как проза, вот любой может попробовать, одну и ту же историю нельзя рассказать два раза одинаково. Потому что сознание будет выстраивать совершенно другие цепочки слов. И вот просто попробуйте рассказать одну и ту же историю, любую простую, одними и тем же словами в прозе. У вас не получится. Поэтому важно понимать, что те тексты, которые рифмованы, которые дошли до Циона, до Шри-Ланки, на языке Пале, они более-менее соответствуют. Почему? Потому что там меньше отсебятины. Вся проза, которую сейчас можно найти, это тупо совершенно пересказ, пересказа, перевода и так далее. То есть, это абсолютно не канонические тексты, это просто вот то, что удалось найти и то, что получилось записать. И вот это вот, это как бы, ну вот эти принципы, это начало понимания того, что происходит. И скажем, вот всё, что мы видим здесь, так называемый тантрический буддизм, это индийские тексты, написанные где-то примерно там 6-7-8, по-моему, больше 8 век нашей эры. А Будда жил 600 лет до Христа. То есть, это означает тысяча с лишним лет, просто разница. Что такое тысячи лет между, как сказать, учителем и учением? Там, скорее всего, не осталось вообще ни одного оригинального слова. Другое дело, что те принципы, которые Будда, как учитель, передал своим ученикам, архатам, они настолько универсальны, что действительно не очень важно, какими именно словами они изложены. То есть, они могут быть изложены, смысл, принципы могут быть изложены, допустим, мною по-русски, ничем не хуже, чем, я не знаю, тибетским учителем на тибетском, или взяты откуда-то из старого манускрипта на санскрите или пале. Потому что дело не в конкретных словах, а дело в принципах. А понимание принципов освобождает от необходимости запоминать детали.